Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну представьте себе что у вас кубит вот его желаемое состояние это случайный битву проводите вычисления и хотите чтобы на каком-то этапе вот как допустим вот я показывал там вот вот этот элемент алгоритма шора когда мы находим порядок числа вы должны сперва выбрать случайное число а который мы возводим во всевозможной степени ищем когда этот процесс зациклится то есть нам необходимо иногда иметь случайные числа в компьютере случайно число случайный бит это просто бросание монетки то есть мы хотим иметь матрицы вот идеально вот такого вида то есть тогда у нас соответственно 1 2 монетка стоит 0 на 2 состояние единицы если мы попробуем поискать fidelity для этого стоит то есть и в идеале там должно быть случайно и там бит 1 2 1 2 0 1 1 2 ниц подвергнему какому шуму например там результате которого кубит будет релаксировать в ноль то вот меры которые определен а вот таким образом нам ничего не скажет потому что ну в нашем случае вот идеальный матрик идеальным состоянием является как но фактически маг идентичная матрица с коэффициентом 1 2 и тогда для вот этой вот роя если равно вот этому и будет равна всегда одно и второе потому что одна вторая не идентичность а трейс от матрицы плотности просто это единица получится что как бы шум был мы состояние квантового компьютера портим а наши меры этого не замечают вот начни если уже подобное будет происходить вот с этой меры дикогерентности то есть мы будем портить матрицу то матрицы плотности естественно образом будут отличаться и разностная матрица ну не будет нулевой не как-то будет обратно распутались и там в конце опять чистое состояние получилось другой вопрос ага тогда можно было ну как бы но это просто друг другая мера ну да так сказать вам то в смысле что да если как бы система на серию чистых состояниях то в принципе можно пользоваться fidelity но другое другое дело что обычно как бы короче состояние происходит когда есть какое-то ну квантовое взаимодействие ты шум не всегда классический то есть и как правило после по действиям шума ну когда стоит под компьютер портится уже как бы он не остается в чистом состоянии наш кубит и так тогда люди попой инерция продолжает пользоваться ну вот чем-то подобным вот а это уже может обмануть частности ну и я просто экстремальный пример взял чтобы здесь вообще что угодно можно делать кубитом эта мера не отреагирует никак она будет всегда показывать что у вас все хорошо ну то есть вот это мир нам быть тоже самое если так хорошо теперь а вот я чувствовал что что-то не так пошло друг другой микрофон то есть который отлично когда у нас может возникнуть такая ситуация что что нам интересно чтобы у нас в идеале было смешано какое-то состояние но то есть вот за исключением ситуации когда мы берем какую-то под систему да конечно даже если квантовый компьютер есть в чистом состоянии находится то в процессе работы его подсистема они уже как бы нельзя описывать отдельные волновые функции для нескольких кубитов то есть если мы хотим понять что с ними происходит то опять же да мы не сможем написать для нескольких кубитов отдельную волновые функции то есть опять это надо как-то писать пользоваться матрицей плотности вот если fidelity продолжать вот развивать то надо пользоваться вот этим вот параметром вот а он уже уже вторая причина даже если наш как компьютером много кубитовый находится в чистом квантовом состоянии но все равно да даже если мы можем написать его полную волновую функцию нам будет чисто технически экспоненциально трудно это сделать это будет большое выражение там размера 2 в степени n поэтому для анализа все равно удобнее будет брать какие-то кусочки небольшие для них писать матрицы плотности смотреть что с ними происходит и таким образом оценивать какая будет ошибка вот для некоторых видов шумов как вот шума дефазировки вот когда вот происходит процесс потери фазы по кальне и легита а также для шума когда каждый кубит может как бы релаксировать расстаться ну согласно золотому правилу ферме я доказал что мер дефирентности для квантового компьютера для большого аддитивно то есть она того чтобы посчитать меру 15 н кубитого квантового компьютера системе где каждый из их убитов испытывает распад ну либо того вот по кальне и легита теряет фазу либо происходит релаксация это мера мера для большого квантового компьютера есть просто сумма мер посчитанных отдельно для каждого из кубитов то есть это вот д сумма если нас n кубитовый квантовый компьютер и вот это д посчитано для матрицы плотности 2 в степени на 2 в степени то вот который но технически и очень трудно посчитать поскольку надо считать супремом по экспоненциальным экспоненциальному числу входных параметров до начальных матриц плотности вот вместо этого можно считать посчитать какую мер декорида для каждого отдельного из кубита причем они как бы могут распадаться с разной скоростью но главное чтобы распад был независим то есть каждый взаимодействовал своим собственным резервуару потоков там и это как бы асимпатически аддитивно то есть имеется ввиду то что к этой сумме добавляется шлакамы о малое от этой же суммы ну если у нас происходят какие-то киты надо надо смотреть до каждую конкретную систему отдельно в принципе да и если у вас происходит шум и одновременно выполняются какие-то операции то общая ошибка на самом деле может быть и меньше например при сосед что мы выбираем выполняем операции по коррекции ошибок просто прогоняем в компьютере в нашем компьютере коррекцию ошибок тогда в каждом из кубитов происходят ошибки но мы корректируем да то есть его общая декогерентность системы может быть лучше чем суммарная как будет декогерентность отдельных элемент вот мы работаем в таком же подпространстве в пространстве состояний наших битвов вот как мы выбираем его вообще мы хотим наверное чтобы элементы этого подпространства редко друг к другу переходили вопрос был как выбирается схема коррекции ошибок в каком-то смысле это искусство ну как бы желательно отыскать данный подобрать вот это подпространство в котором наши живет наша система не подвержены шума так чтобы дали любую отдельные ошибки и убивали то есть детектировались а с другой стороны вот это подпространство было достаточно богатым чтобы не потеряли много на этом вот в каком-то смысле это такое же искусство как вот искусство обычного программирования как написать удачную программу программу печатающую свой собственный текст минимальным количеством команд это или там метод сортировки массива да там в общем это я бы сказал да это искусство программирования сейчас в общем-то открылась вот как раз тема что интересное для исследований для писания квантовых алгоритмов связано с тем что идет вот как раз и сейчас открылась несколько компаний которые это похоже вот на как там сто лет назад была гонка кто первым достигнет там южного полюса то есть есть несколько экспедиции там скотт амунсона до которые будут собираются и собираются его достичь вот и так сейчас есть несколько компаний как такие как айбем intel google вот несколько профессоров из университета ель образовали что-то вроде стартапа которым тоже убеждает что мы создадим первых они собираются создать компьютер содержащий там несколько десятков квантовых битов который будет хоть в чем-то эффективнее обычного компьютера вот это называется вот по-американски это они пытаются достичь quantum supremacy квантового превосходства европейцы предпочитают термин quantum advantage достигнуть области где квантовый компьютер будет иметь какое-то преимущество идет борьба терминов под по сути это похожие понятия не до конца еще четко определенные ну так вот конструирование таких компьютеров уже происходит то есть скорее всего ближайшие годы они будут созданы может быть и месяц кто знает и тогда возникнут потребности в том что для таких компьютеров понадобятся алгоритмы квантовый компьютер будет содержать ну там например скажем 50 100 кубитов физически реализованных которые вы можете манипулировать и реализовывать алгоритмы классического типа типа вот алгоритма шора факторизации алгоритмы гровера на них будет невозможно поскольку они содержат много эти алгоритмы довольно длинные то есть на обычном реальном компьютере они потребуют проведение коррекции ошибок если вы будете проводить коррекцию ошибок а потом на в этих подпространствах пытаться выполнять эти алгоритмы то вы сузите и вас от 50 из 50 физических кубитов получится там 10 обычно 10 уже как бы идеальных логических кубитов алгоритм на 10 кубитах не будет иметь видимых преимущество потому что как компьютер на 10 кубитах можно эмулировать помощью разных программ на обычном компьютере то есть эмулятор компьютера там на 10 20 и вот самое большое что сейчас заявил объем уже на 56 кубитов может быть осуществлен с пользу необычного компьютера обед недавно заявила что она сумела используя свой классический суперкомпьютер blue джим моделировать поведение и предсказывает результаты компьютера состоящего из 56 кубитов поэтому надо строить больше машина с учетом коррекции ошибок 56 умножить там на 7 это означает что вам надо чтобы какое-то преимущество в классической схеме когда мы проводим коррекцию ошибок а потом на том что осталось проводим вычисление уже идеальное ведь 400 кубитов как минимум вот это видимо таскать еще до этого еще далеко будет какой-то период времени там сколько лет когда будут существовать ну скажем стоп убитого и квантовый компьютер и для них надо придумать такие алгоритмы которые одновременно вы что-то считали полезными и корректировали ошибки никто не доказал что это невозможно вот но в обычных алгоритмах типа гровера и шора так такие ошибки обычно не корректируются для них надо корректировать ошибки отдельно а вот если какой-нибудь найти обнаружить написать алгоритм это одновременно что-то считал ну и был бы так построен что какие-то ну ошибки бы компенсировать снялся это такая задача вот вызов если вы сумеете так что-то такое придумать войдете в историю очень популярны автор игре тетерс придумал как вот на малом числе на небольшом экране осуществить как что-то такое игровое да сразу игра прибыла популярность и осталась памяти сейчас существует даже уже на компьютерах не имеет таких ограничений вот это так лирическое отступление но некая попытка мотивации вас вот совершенно открытой области которые то есть понимаете да через несколько лет вот вполне возможно появится компьютера вот из 100 кубитов а что вы сможете для них предложить да но это причем самая такая мягкая оценка то есть если мы хоть какие-то ошибки должны корректировать вот то вот ошибку 1 1 битку 1 битву 1 кубитова ошибку чтобы корректировать необходимо да вот 7 физических кубитов что-то один логический который ну понятно там разные схемы можно по-разному придумать но вот грубо так как минимум 7 на самом деле если ошибки большие шумы не очень маленькие вот существующих вот компьютеров которые вот на сверхпроводниках или там на ионах ловушках на атомах ловушках существует то может потребуется еще несколько уровней то есть не 7 а 7 в квадрате 7 в кубе достаточно достаточно много потребуется физических кубитов чтобы реализовать это мало кубитные мало шумящие схемы поэтому не есть вот потребности придумывать алгоритмы которые бы одновременно и считали что три с ошибками боролись вот да то есть это вот для случая вот отца оценку и я получил для статического случая когда вот кубиты просто стоят мы с ними ничего не делал но происходит шум вот они портятся за тогда если суммарная ошибка по почитанной отдельно для каждого из кубитов мало и таскать и падение включить на деле для каждого из кубитов и просуммированная по всем мало по сравнению с единицей то общая ошибка квантового компьютера это сумма отдельных ошибок каждого из кубитов результат не очень тривиальный потому что казалось когда кубитов много то у них есть много всяких сцепленных состояний и мы как бы можем подумать что мы кубиты не будем особенно портить а будем портить сцепленность тоже что приведет к сильным отклонением вот ну и по получил я как-то не не прямым путем вычисляя то ошибку а пытаясь оценивать ее сверху и снизу я вначале надеялся только оценить насколько вот ошибка квантового компьютера связано с ошибками отдельных кубитов ну я оценивался по получал сенки сверху и снизу и получилось так что они асимптотически совпали зажал и как бы два неравенства превратились в равенство теперь продолжение алгоритма шора мы хотели на прошлом вот набор лекции я показал все мелкие очень мелкие но ладно мы как как можно факторизовать число если известен порядок то есть если у нас есть какое-то число и является произведением двух простых чисел поику то мы ищем его со множестве следующим образом выбираем случайное число а и ищем период функции f от x определенной следующим образом f от x это есть а в степени x по модулю вот это в общем случае понятно что когда x переберет все возможные а в степени x переберет все возможные остатки определение на f от единицы до там f минус 1 это последовательность должна зацикливаться дальше зациклим не обязательно произойдет но это может занять вычисление последовательно чисел ну так такого рода чисел которых будет число порядка f ну что действительно и есть поэтому классическом смысле это алгоритм не очень эффективен то есть мы перебираем их возможности точно так же мы могли бы перебирать все возможные делители числа f просто по очереди единиц от двух до корней из f классики в том случае нас спасает то что мы можем посчитать эту функцию одновременно сразу для всех чисел то есть если есть классический алгоритм эффективно вычисляющий эту функцию для 1 x то в квантовом случае мы можем поставить соответствие квантовую операцию f который действует на пару x y где y это отдельный кубит просто x это там какое-то много кубитовое состояние y это отдельный бит следующим образом действую на пару x y но гекс это какое-то классическое число вот 0 до 2 в степени а y это либо 0 либо 1 а и 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 бит игрек мы прибавим соответствующий бит и под x по строку разложим результатов от x по битам их тоже будет не больше чем н и каждому бит игре то будет существовать эффективный алгоритм построение вот такой квантовой функции у f я очень вас запутал теперь давайте посмотрим хотя бы для одного числа мы сможем эффективно посчитать эту функцию на первый взгляд это тоже кажется вычисление этой функции тоже кажется трудным потому что x может быть большим числом мы возводим числа в экспоненциально большую степень то есть вот это f это экспоненциально большое число так степени на экспоненциально большое но возведение в степень так эти можно произвести классический достаточно быстро если разложить x по степеням двойки то есть мы как бы последовательно представляем x как x 0 на 2 степени n минус 1 нет давайте x 1 на 2 степени n минус 1 x 2 2 степени n минус 2 и так далее плюс x n на 2 дальше вычисление а в степени x по модуле сведется по произведению по произведению по произведению по произведению от l на 1 до n до n а в степени о по о и n-7 ну и по модуле в каждый стране каждый из этих степеней может быть посчитано достаточно быстро ну понятно, если вы посчитали а в квадрате то а в четвертой вам не надо последовательно 4 раза перемножать просто возводите еще раз в квадрат дальше вы генерите все возможные степени 8 и так далее процесс логарифмически быстр поэтому функцию в отдельной точке можно посчитать эффективно быстрым на классическом компьютере значит есть эффективная быстрая схема по подсчета ее на квантовом компьютере соответствующего квантового аналога больше подробно процесс ну вообще как построить квантовую схему если известно классическое просто дана в подробностях внизу на Чуанге можно там если вам потребуется то вы сможете это сделать дальше нам надо найти давайте вместо x представим на вход к квантовому аналогу нахождение для нахождения периода этой функции на вход подадим сразу суперпозицию всех чисел которые можем сгенерировать если на каждый из битов под действием поместим его в ноль то есть у него состояние со всеми нулями и под действием на него оператором Олши Адамара вот это оператор Олши Адамара это последовательность операторов Адамара действующие на все кубиты если на входе были нули то оператор Адамара действие на ноль дает нам равную суперпозицию нуля единицы а действие значит на н кубитов у нас получится состояние которое будет произведением первого состояние н кубитов то есть тензорное произведение равной суперпозиции нуля единиц если мы в этом произведении раскроем скобки мы получим состояние уже квантового регистра который будет содержать все возможные комбинации нулей единиц с равными весами то есть это можно записать как сумма вот уже к равного 2 в степени н минус 1 раскроем скобки получается 2 в степени н слагаемых здесь к где к надо считать побитого как обычно и помножить на амплитуду которая 2 в степени минус н пополам нас не интересует она просто для нормировки тут стоит а в квантовом регистре окажется суперпозиция всех чисел сразу таким образом за применение всего н однокубитовых операторов которые кстати можно и нужно применять одновременно то есть параллельно то есть фактически за один вычислительный шаг мы можем в квантовую память записать пропозицию всех чисел во вход вместо нуля превратить ноль в свою пропозицию всех чисел дальше мы можем подать его на вход вот этой функции тогда на выходе у нас на вход да и положив y равном нулю тогда если на вход мы подали y равном нулю тогда здесь на выходе будет просто пара x f от x дальше таким образом это делается за время которое сопоставимо с временем вычисления классических функций f от x в одной точке дальше нам необходимо найти период который вот этот последователь начнет зацикливаться и начнет давать периодические значения вот для того чтобы найти период необходимо сделать преобразование фурье как нам осуществить преобразование фурье фурье вот без извинения о лель о две вот вот б б б У вас есть квантовое преобразование Фурье называется квантовая операция, которая в базовое состояние с описанным числом J переводит в такую суперпозицию, n – это основание преобразования Фурье. Каждый из чисел J переводим в суперпозицию. Давайте, чтобы сразу не путаться, возьмём позицию n в основании n в степени 2πi и комплексные n в единице, J на k, делить на n и на состояние k. Вот это квантовое дискретное преобразование Фурье. Ну, соответственно, если на вход подаётся какая-то суперпозиция, там сумма по J от 0 до n, чисел J с амплитудами микс J, это в силу линейности переходит после преобразования Фурье вот такое выражение. Здесь двойная сумма во всем J. Прошу прощения, n-1, n слагаемых, n-1. Прошу прощения. Прошу прощения, н-1, 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 н-1. как это образование можно эффективно давайте сначала докажем вот такое соотношение ну прежде всего у нас квантовый компьютер на нем удобно как бы делать преобразование фурье по базе которая является степенью двойки поэтому будем считать что n большой это 2 в степени маленькая рассмотрим случай когда n большой тогда давайте запишем слот j по битово в дворичной записи пусть j это вот j1 на 2 в степени n минус 1 плюс j2 на 2 в степени n минус 2 плюс и так далее n битовое число j на 2 в степени 0 то есть g1 g2 gn это либо 0 либо единица я хочу доказать что после преобразования фурье превратит число джей вот такое то есть если мы на переход подадим вот такой джей но на выходе получится ну тут нормировочный коэффициент здесь тензорное произведение состояние отдельных битов в которых имеет вид 0 плюс единица с фазой е в степени 2 пи и умножить на такую дворичную дробь 0 тут jn минус к jn минус к плюс 1 ну и так далее вплоть до jn и на состояние 1 то есть я утверждаю что если на вход про образование фурье падать вот такой вот джей то на выходе получится да 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 то есть это вот десятичная дробь это вот такая не десятичная двоичная дробь 0 целых 1 2 jn минус к 1 четверть джей минус к плюс 1 ну действительно давайте придется часть доски стереть ну и вот эту формулу пробежали твариатую высоту ну и вот эта формулу ну и вот эта формулу давайте вот запишем то что у нас есть заводить фурье вот номерочный коэффициент я я отброшу пока единица на корень из н вот напишу сумму значит состояние джей преобразуется вот такую сумму ну а теперь давайте эту сумму преобразовывать ну запишем дворичную запись поставим вместо джей его дворичную запись вот получится тогда сумма к равному 2 в степени n-1 дальше сумма представим к в убитом виде сначала запишем к вот в таком виде по битам то есть к 1 на 2 в степени n-1 и так далее суммируем по всем к то есть суммируем по всем возможностям то есть два в степени n возможности у нас суммируем по всем потому что первый бит числа к может быть равен либо 0 либо единице и так далее то есть то есть это все сумма каждый из двух слагаем и вместо k подставим наверх его дворичную запись тогда наверху что у нас получится у нас е экспонента 2p и g это общий множитель а 2 в степени n разложим по битовый и запишем вот так это будет экспонента значит сумма показатели экспоненты от l равного единице до n к в степени n на 2 в степени минусы ну как это то есть видеть это достаточно просто просто мы в эту запись только вместо jk и делим это на 2 в степени n тогда получаем что k делить на 2 в степени n то есть k1 на 2 k2 делить на 4 и так далее kn делить на 2 в степени n теперь эту экспоненту экспоненту от суммы мы можем записать как произведение экспонент то есть это выражение равно первый бит либо ноль либо единица второй бит либо ноль либо единица n бит либо ноль либо единица здесь пишем еще здесь произведение соответствующий экспонент е в степени 2 и j какой-то там k в степени l на 2 в степени минус l и в произведениях каждый возьмем из этого k соответствующий бит л не бит числа k то есть тензору надо перемножать эти состояния экспонента а теперь вынесем поменяем порядок тут мы имеем право это идет сначала будем производить суммирование а потом произведение и видно что поскольку каждый из элементов суммирования он относится к отдельному сомножителю в этом произведении то мы можем как бы загнать сюда под произведение и произвести просто суммирование что это значит просто мы должны посуммировать два элемента для k или равного нулю и k или равного единицы тогда вот эту сумму можно будет записать как произведение отеля равного единицы до n произведение отеля равного единицы до n на каждой единицы найдется соответствующая ему сумма с этим индексом один раз при k или равном нулю это будет состояние 0 ну или давайте вот так сумму сначала напишу сумма k или равного нулю то k или равного единицы а теперь давайте произведем суммирование по k или для k или равного нулю а это не надо умножить на бастик ну да пока я говорю коэффициенты пока оставил я пока ну а коэффициент можно будет в последующем установить просто по нормировке если главное что мы как бы одинаково однородно со всеми поступаем да производим суммирование здесь и получится что у нас произведение вот k или равного 1 до n по всем битам здесь скобка будет когда k или равного нулю это экспонент и единица это ноль состояние когда k или равно единице здесь состояние единица а экспонента получается вот такой вот экспонента 2pp g на 2 в степени минус l и на единичку но на самом деле это как раз то что нам требуется давайте сравним вот это выражение с тем который мы должны получить нумеровка нумеровка все сделать хорошо 0 0 а здесь g 0 на 2 в степени l то есть старшие разряды g будут соответствовать целому числу 2p но эффективно могут быть сокращены останутся только последние разряды которые если написано вот в таком виде вот такой двоичной дроби это не что иное как зачем нам нужна такая запись ну а не фория а затем что пользуясь этой записи легко построить квантовую схему осуществление этого фактически эта запись нам показывает что для того чтобы прокрутить состояние достаточно прокрутить фазу у каждого из битов вот таким вот образом квантовая схема которая реализует это кручение выглядит вот так сейчас нарисую и мы на этом сегодня лекцию завершим на входе биты j1 j2 и так далее jn сначала делаем вот что первый бит отвергаем воздействию оператора адамара а затем на него последовательно со всех остальных битов осуществляем контролируемое окручение фазы осуществляем фазовый поворот а ну сначала на фазу 2пи и на 2 во второй стиле что означает вот этот значок то есть если второй кубит находится в состоянии ноль то с первым ничего не делается это контролируемое вращение фазы если второй кубит в состоянии 1 то фаза первого подкручивается вот на эту величину 2пи на 2 второй стиле затем с третьего на 1 ну давайте j3 написать ставим вращение фазы на 2пи и на 2 в третий и так далее n-1 раз после того как это включение фазы первого бита закончится ну это требует всего н порядка н малого действий то есть это быстрая полимерная операция приступаем к кручению фазы второго элемента второго бита тоже все так со стороны всех нижних будем подкручивать его фазу тут уже потребуется n-2 кручение потом с третьим n-3 и так далее ну как-то компактно в пределах двух досок эту схему изобразить трудно но мне кажется вы поняли да то есть g-1 в общем сначала измываемся над первым кубитом всеми остальными потом над флорем всеми кто ниже его так и крутит фазу и так далее до вплоть до также точно так да до то есть адамар Continuous 2 какая опять же stop 개�rigем эту Домаром на второй, а потом крутим его фазу со стороны третьего. Таким образом мы просто набираем эту фазу и таким образом мы можем быстро, эффективно за полиномиальное время, ну порядка n квадрат операций осуществить при образовании фурье. В реальном компьютере это время может быть чуть больше, потому что мы на физическом уровне не можем организовать для вот этих двух кубитовых операций. Необходимо здесь предполагается, что мы делаем за один такт, что мы можем организовать и взаимодействовать каждого с каждым. А ценам надо будет еще Атамару на последний кубит сделать? Да, просто Атамар, просто Атамар, а никто действовать на него не сможет уже. Ниже него нет. То есть обычно взаимодействие передается через посредников, ну то есть если вот на этой схеме эта схема займет там n квадрат операций, то если мы будем передавать взаимодействие через посредников, то если кубиты выстроены вдоль цепочки, то это на самом деле займет n-куб операций. Но это тоже мало. А если кубиты расположены там как-то по квадратной решетке, то там расстояние порядка корень из n. То есть алгоритм Шора займет n в степени 2,5 в порядке такого операции. Тем не менее это можно сделать и с помощью алгоритмов Fourier мы находим период функции FAPEX. Я опустил здесь много деталей, алгоритм Шора. Это как некоторый скетч. Подробности, но общая схема она тут представлена. На этом я думаю, что давайте лекцию закончим. Я сейчас раздам какие-то задания. кто не успел написать контрольную. Какие-то вопросы есть? Почему мы Адамара делаем на уже инициализированных кубитрах? Если G2 равно единице, тогда Адамар нам даст 0-1. И после того, как на G2 мы продействуем всеми нашими операциями, то мы не получим 0 плюс, если это не 2 биты на эту штуку. Мы получим 0 минус, если это не 2 биты на эту штуку. Честно. Вот Fourier нам должно превращать, давайте так рассуждать, каждый из битов, в принципе, если он фиксирован в суперпозицию, 0 и 1 с каким-то весом. То есть, ну, как видите, с равным по модулю весом, но с разной фазой. То есть, если не будет Адамара, то, ну как он был в каком-то состоянии, да? 0 либо 1. Мы подкручиваем у него фазу, но там на выходе все равно будет 0 и 1 с какой-то фазой. нет, я о другом. Я знаю, про карьерный адресик, справитесь все равно. Да. По-моему, где-то опечатка. Вот, мы хотим каждый бит получить с плюсом. Да. Во. Если у нас G1 это единица, то Адамар от единицы равен 0 минус 1 делить на корень из 2. 2 минус. Да. Соответственно, такой вектор 1 минус 1. После того, как мы очень много раз продействуем вот базовыми кручениями, мы получим вектор 1 на корень минус 2, 1 минус e, ну это, вместо нужного нам плюса. То есть это исправляется, если мы добавим еще n кубитов, которые инициализируем нулями, а на них уже применим Адамару, то это все нормально будет работать. Не, не обязательно добавлять, можно просто вставить вращение фазы, контролируемая как бы с самого себя. Ну просто перевернуть фазу. Ну давайте, вот смотрите, в предельный случай давайте вот n равно единице, да, то есть мы как бы тогда у нас вот эта фурья, она как бы здесь и обрывается. Вот. Да? Что у нас должно быть? Какая здесь фаза? l равно единице, то есть e степень и π. Как раз минус единиц. То, что нужно. А, нет. Почему? l равно единице. Так, 2 в степени минус l это одна вторая. То есть здесь степень, e степень и π. Ну, хорошо. От kai как это зависит? Просто результат не зависит от kai. Вот чем проблема. Вот в случае один кубит, да? Как бы. Согласно квантовому образованию фурья у нас должно основание у нас 2, то есть у нас состояние 0 переходит в... вот у нас какая-либо ноль либо единица. Значит, при нуле у нас должен быть ноль, да? Просто плюс a при единице, k или равно единице, то есть коэффициент минус единица. То есть ноль должен переходить в ноль минус один. Ну, такое не знаю. Это не нужная нам вещь. Я не думаю, что левят очень прекрасно. Я не думаю, что вы получите больше тут десять океане. Я не думаю, что это может всё наверхма. Я не думаю, что это степень, toll-ну-ну. Продолжение следует...